Да, конечно, немножко я недоволен игрой многих ребят. Так игру нельзя начинать, так нельзя ее проводить, так нельзя готовиться. Много факторов, я думаю, что мы ее разберем, но пусть это будет для нас уроком. Но то, что выиграли и достали характером, работоспособностью, хорошими голами. Но у нас какая-то карма на нас висит после Салихарда, как шаман, наверное, с нами и прилетел, которые там вроде голы забивают, хоть бы один какой-нибудь засчитали, может быть, полегче было. А все, что делается, все к лучшему, поэтому добыли важные очки, добыли хорошую победу. А внутри мы разберемся, почему так получилось, почему мы так начали игру. Спасибо, Уткин. Тестопо-хоккейк, Денис, два вопроса. Команда сейчас идет на втором месте. Как вы в целом оценили старт сезона после семи игр? Вы же сами заметили, что мы на втором месте. Надо же стремиться к лучшему. У нас команда новая, мы тренерским штабом сами собирали команду. У нас еще есть возможность брать ребят, не скрою. Команда не может строиться за месяц, но, как видите, в принципе, может. Двоякая такая ситуация. Но у нас нет права на ошибок. Если ты вышел играть, выигрывать и продолжать свою карьеру хоккейную, то ты должен себя реализовывать каждый день. И ради чего мы здесь с ребятами, да, ради того, чтобы они продлили свою хоккейную карьеру и показали себя дальше. А то, что мы идем в таблице так, ну, могли бы, наверное, и выше, но немножко неудачно съездили в поездку. То есть, в одну очко взяли, ну, могли бы больше, конечно. Ну, то, что есть, то есть. Да, и второй вопрос, кстати, у меня удалось выиграть. Как удалось преодолеть последствия работы с лекарского шамана? Какие обряды проводили? Да я... Обряды никакие, конечно, не проводили. Это у нас Андрей Сергеевич Таратухин, специалист по шаманам. Он там, вся Россия говорит, как он там, недоволен был этими шаманами. Конечно, я в это не верю, в шаманов. Ну, все-таки, мне кажется, у нас он процентов 70 игроков зомбировал после... У них открытие как раз было. Поэтому... А то, что, ну, вот я ребятам уже показал, сказал, что за счет чего мы сегодня выиграли. Поэтому первый период можно просто выкинуть из головы. То есть, вообще, лучше бы не начинали этот первый период. Ну, молодцы, что перестроились. И, по сути, по броскам, по опасным моментам, я думаю, что мы переиграли Тверичей сегодня. Ну, хорошо, завтра тоже матч будет непростой. Получается, может быть, недонастрой связан с тем, что ребята посмотрели в таблицу, подумали, Тверичи на последнем месте, ну и ладно, на одном коньке сейчас имело такое место быть. Ну, по крайней мере, мы не слышали, что... Мы знаем ситуацию Тверичей. То есть, это... Ну, ребят коснулось, конечно, не хочется, чтобы вообще-то никого не касалось, да. Мы слышали, как они подготовились, что катались там, они совсем не катались, да. Но мы все можем оказаться в такой ситуации. Поэтому мы с перелета там один день отдохнули, тем более там с задержками. Мы в аэропорту, то не в аэропорту. Ну, тоже есть свои нюансы. А тем более, когда наш легендарный хоккеист Илья Ковальчук там на всю страну прогремел, там, поддержку, конечно, он молодец. Ну, завтра игра, я думаю, что мы потом тоже что-нибудь для Ильи запишем Ковальчука. А Андрей Сергеевич вот подошел, я думаю, что он завтра вам расскажет как раз, как он боролся с шаманом. Хорошо. Ну, а все-таки, как завтра следует, на что обратите внимание своих парней, чтобы не было такого первого периода, чтобы мы их не отменяли все-таки, а играли полноценно, как можем. На что будете обращать внимание, помимо активного начала и осознанного? Ну, мы всегда просим, чтобы они активно начинали и сразу показывали свои зубы. Но давайте вот сейчас только матч кончился, надо все переварить и завтра опять ранний матч, то есть мы без раскатки. Ну, пусть они сейчас уже там покушают, сами с собой какие-то детали обговорят, но они многие знают, кто ошибся, кто вытащил матч. Поэтому мы команда, семья и взяли эти очки нужные и победили. Так что я поздравляю всех с победой.